Как Путин мимоходом решал с Меркель вопросы Европы и США. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру Александр Сергеевич Пушкин не был первым русским поэтом. До него творили Жуковский, Державин и даже Ломоносов. Красивые мелодичные стихи многие слагали и после Пушкина. Тем не менее, он наше все. Без него, без пушкинской речи не только русская поэзия, сам русский язык неполноценен. Пушкин точен и предельно лаконичен. Он умеет в немногие слова упаковать многие смыслы и лишних слов у него нет. Помните? Там королевич мимоходом пленяет грозного царя. Всего одно слово мимоходом. Но как оно характеризует людей и процесс? Решая более важные проблемы, между делом некий королевич заодно грозного, то есть могучего, сильного, опасного, царя пленил. А значит победил его самого и войско его и державу. Я не знаю, была ли эта идея Пескова или само собой так получилось, но российские СМИ, освещая визит президента Путина в Германию, сосредоточились на австрийской свадьбе, тульском самоваре, древней маслобойке, кубанском ансамбле и картине неизвестного нам пока художника. Встреча с Меркель, решение сложных глобальных, в том числе и европейских проблем состоялись мимоходом. Так, заехал на свадьбу заодно и какие-то дела порешал. Между тем визит в Германию не просто знаковый, переломный. Третий раз за сто лет Рейх оказывается в состоянии жесткого противостояния с вырастившими и выкормившими его для борьбы с Россией англосаксами. Только на сей раз поумневшая Германия пытается удержать Францию в союзниках, вместо того, чтобы как два предыдущих раза громить ее, и вовсе не рвется в поход на Москву. Скорее наоборот, пытается договориться с Россией о совместном противостоянии англо-американской агрессии. Это очень трудный процесс. Не только истории ценности, но самое дорогое для бюргерского сознания рынки, обеспечивающие многомиллиардные доходы, связывают Берлин с Вашингтоном. Вырваться из братских объятий без существенного ущерба практически невозможно. Долгое время Германия даже не пыталась послушно присоединяясь к санкционным режимам. По началу их введения еще оформлялась более-менее достойными поводами. Например, Россия виновата в том, что Запад организовал на Украине государственный переворот, и теперь украинцы с упоением убивают друг друга в ходе гражданской войны. Прошло 4 года, и санкции вводятся уже за то, что англичане с перепугу убили кота Скрипалей, а также за то, что американцы избрали президентом Трампа, а не Клинтон. Сумрачный германский гений и с этим бы смирился. Потери из-за санкций уже так понесены, обходные пути найдены. Те, кто может выйти на российский рынок, с эксклюзивным предложением на нем остались. Остальные подсчитывают убытки. Россия под маркой импортозамещения производит коренную перестройку экономики. Сектор, ориентированный на национальное производство, радуется. Сектор, ориентированный на импорт, плачет. Но тут выяснилось, что американцы хотят забрать у немцев их корову, Европейский Союз, и дать его самостоятельно. Германии уже взамен предоставляется почетное право раза в четыре увеличить военные расходы и перейти с российского газа на втрое более дорогой американский. В этот момент у немцев что-то ёкнуло. Не исключено, что они даже вспомнили, что в последние пять лет своей жизни Гитлер клеймил англосаксонскую плутократию, его термин, даже более нехорошими словами, чем ненавидимых им евреев и славян. В общем, до бюргеров дошло, что у Германии есть два пути. Или в очередной раз погибнуть, или подружиться с Россией и плавно, но быстро, поскольку время на размышления прошло еще лет пять назад, переориентировать свою экономику с американского на евроазиатский рынок. Это очень тяжелый и болезненный процесс, и немцы до конца старались ничего не менять, надеясь, что как-то пронесет. Не пронесло. Ослабевшая Америка в обратной пропорции обнаглела настолько, что попыталась решать за Германию, какие газопроводы ей строить, а какие вредят европейской безопасности. Если текущий кризис не сорвется в глобальный катастрофический военный конфликт и у человечества останется история, то грядущее поколение историков, несомненно, обозначит дискуссию вокруг Северного потока-2 как одну из главных причин распада НАТО и переориентации с США на Россию реформированного Европейского Союза. Накануне австрийской свадьбы Путин обозначил тему будущих бесед в Берлине как обсуждение глобальных вопросов, включая экономические проблемы и проблемы безопасности, а также отдельно выделил вопрос Северного потока-2. В свою очередь, немцы накануне встречи в очередной раз подчеркнули, что Северный поток-2 – вопрос решенный, и с американцами он обсуждаться не будет ни в какой форме. Собственно, это все, что надо было знать о данной встрече. Путин летел в Берлин не договариваться, не сверять часы. Договоренности, по сути, были достигнуты до визита. В Берлине обсуждались пути решения американской проблемы, как унять слона максимально безболезненно для посудной лавки. Там отрабатывались самые общие формы технических решений проблемы постамериканского мира. Причем, судя по довольным лицам участников и минимуму информации, взаимопонимание было полным и всеобъемлющим. Основные результаты этой встречи мы должны будем увидеть в течение ближайших 12 месяцев, и будут они выражаться в осторожном, но быстром сближении Германии с Россией при противоречивой и дерганной политике США. Кстати, вопрос признания Крыма российским вновь возник в Вашингтоне, именно потому что США ничего не могут предложить взамен быстрого, но осторожного сближения с Германией. А в рамках данного сближения Европа и так, рано или поздно, признает актуальный статус Крыма. О перспективах решения этой проблемы, как и урегулирования всего украинского кризиса, Путин также сказал мимоходом, но вполне конкретно. На заданный кем-то из журналистов вопрос он ответил, что и Украину тоже обсуждать будем. Вот это тоже для Киева хуже русских танков на Крещатике. Запад решает украинскую проблему с Россией без Украины в ряду других вопросов. Украина не только не главная тема встреч, она просто одна из многих. О природе, о погоде, о папуасах, заодно и об Украине. В СМИ украинская тема далеко выступает по актуальности австрийской свадьбе и 10-минутному опозданию на нее кубанского казачьего ансамбля. Это не просто эффективная политика, это еще и красивое исполнение. Съездил на свадьбу, заодно европейские проблемы в глобальном контексте решил и об Украине тоже поговорил. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования специально для Украина.ру Как Путин мимоходом решал с Меркель вопросы Европы и США?